белорыжих кудрявых гири фордов губернатор назвал коровами из рекламы шоколада для показа высокому гостю в поле выгнали три стада племенных быков и телят и это лишь малая часть всего поголовья совхоза варшавский сегодня это стада 8000 голов считается одним из крупнейших в стране мраморное мясо у нас вот человек обыденный он понятия не имеет что такое то есть многие в основном это 99 процентов они не знают хотя весь мир уже в основном есть мраморное мясо это мне бы хотелось конечно чтобы губернатор знал об этом и вот это вот направление развивал получит кстати говоря это хозяйство по засухе и поддержку по кормам 37 миллионов да это по разным программам после короткой полевой экскурсии михаил юрьевич высказал пожелание развивать животноводство в районе и в другом направлении сильно комплексы и птицы фабрики получит это не получится но даже если это не получится главное чтобы все земли все хозяйства были в руках настоящих хозяев а самих карталах полным ходом идет дорожная революция 35 миллионов которые по линии единой россии получил город стали первым вливанием в эту сферу за последние четверть века вот и дороги говорят водители уже давно превратились в направлении эта бригада обновляет улицу дзержинского уже более двух недель и слева еще видно старое полотно с огромными выбоинами когда начали делать вырезку в некоторых местах то в основании этой дороги там извините лежал отрез поэтому пришлось вырезать ее нарекания губернатора вызвали лишь бордюры они показались главе региона непрочными есть более современные технологии и у нас предупредил покритиковал что на следующий год этот год уже делать так на в карталах сегодня ремонтируют и теплотрассу и асфальт укладывают на шести улицах после осмотра города михаил веревич заметил неплохо было бы ремонтировать дороги и сельских поселениях хотя бы по одной в год обратите внимание на этот недостроенный объект губернатора попросили картолинские блогеры возведение хирургического корпуса было заморожено 15 лет назад по мнению специалистов строительства вполне можно продолжить фундамент и стены в хорошем состоянии очень большое здание его надо как-то эффективно использовать часть они у них детская поликлиника они ее редуют естественно детскую поликлинику на первой муниципальной площади чтобы это было дешевле ну а как основное здание использовать ну предложения будут естественно густой бюджет здесь должен помочь а эта встреча в программе визита не значилась но она тоже скажется на городском благоустройстве одна из жительниц картолов пожаловалась губернатору на неисправную ливновку но приятность была обещана устранить вот с этой вот клуба спасибо большое в честь мира всего вам хорошего здоровья